Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист. Сегодня у меня в гостях Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований. Игорь, здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! Сегодня будем говорить на такие темы. Орда и Путин на поклон. Зачем он вообще вспоминал про Золотую Орду? Израиль переиграл Кремль и обвал мирового величия Российской Федерации. Об этом и о многом другом будем говорить сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Это Блиц-интервью. Мы объясняем, немножко изменился формат. Теперь Блиц состоит в таком варианте. Верите ли вы что? И предложение от зрителей. А вы отвечаете в нескольких предложениях. Верите, не верите? И почему, главное? Договорились, да. Хорошо. Итак, Блиц, поехали. Верите ли вы, что в ближайшие полгода Путин применит ядерное оружие? Да, нет. И почему? Нет, я не верю. Поскольку разговоры о ядерном оружии, это скорее всего способ давления на общественное мнение на Западе и в Соединенных Штатах Америки. Но это не исключает того, что Путин, как так сказать бы, чтобы это пропустил Ютуб, ну сумасшедший. Вот так начнемся. Вот он может отдать. Ну, он в некоторой степени человек действительно зацикленный на определенных проблемах, в том числе на Украине. Но в его окружении есть достаточно рационально мыслящих людей, которые, собственно, вряд ли готовы пойти на такой шаг. То есть кто-то остановит? Да, я думаю, что в любом случае кто-то остановит. Потому что все поддерживают коммуникации со всеми, и мы прекрасно понимаем, что та же самая путинская элита, она достаточно активно поддерживает коммуникации с американцами. Верите ли вы, что переворот произойдет в Москве? Ну, в настоящее время нет, нет никаких предпосылок. То есть, конечно же, черный лебедь может всегда прилететь, даже в самый неожиданный для путчистов момент или переворотчиков. Но, откровенно говоря, скорее сценарий все-таки надо рассматривать как смерть диктатора. Реальный сценарий изменения ситуации. Верите ли вы, что у Путина есть двойники или двойник? Вы знаете, я лично не верю. Я думаю, что это тоже конспирологическая теория, скорее всего. Это проблема для самого диктатора, потому что таким образом он делегитимизирует себя. Эта тема как раз в значительной степени играет на вот эту неуверенность и сомнительность в личности Путина. Но она разъедает его власть. Поэтому я не думаю, что с точки зрения Путина есть смысл иметь двойников, которых все знают. То есть всегда возникает вопрос, а настоящий ли царь или нет? И верите ли вы, что у Путина осталась хотелка взять Киев, пусть уже даже не за три дня, но все-таки взять? Ну, у них осталась хотелка сменить власть в Киеве, без сомнения. То есть это, вне сомнения, это осталось. Ну, конечно, Киев за три дня это уже вчерашний день. То есть они этого достичь не смогут при любых раскладах. Но они рассчитывают на то, что внутри страны может возникнуть, внутри Украины может возникнуть дестабилизация и воспользоваться этим. Это были вопросы от наших зрителей, верите ли вы, что? А теперь давайте перейдем к темам, которые я озвучил в начале интервью. Итак, Орда и Путин на поклон. Президент страны-агрессора, назовем его так, Владимир Путин, заявил, что Золотая Орда, не так давно там он где-то выступал, и сказал, что Золотая Орда для Москвы всегда была лучше западных завоевателей. И похвалил князя Александра Невского за то, что тут ездил ханом на поклон, получать ярлык на княжество. Вот мое личное мнение, что мне кажется, что Путин уже оправдывает сдачу России и Китаю. Но, возможно, есть другая причина. Вот объясните нам исторический момент и вот теперешний момент. Ну, я бы еще один момент тут прокомментировал по поводу самой Золотой Орды. Ну, дело в том, что, помните, где-то несколько лет назад была такая достаточно большая дискуссия в российской. Кто это заявлял? Не помню. Кто-то из высокопоставленных российских чиновников, то ли сам Путин, то ли еще. Нет, нет, это не был Путин, но кто-то был из них, которые говорили о том, что, мол, мы принесли в Казахстан цивилизацию, что такого государства не было, что, собственно, никаких, ничего подобного на территории Центральной Азии не было, никакой государственности, а вот мы принесли. Тогда было достаточно большое, большое такое волнение среди публики в Казахстане, которые напоминали и Путину, и всем другим российским политикам о Золотой Орде. И вот вспоминали, в том числе, и ярлык на княжество Александра Невска, что, собственно, именно Золотая Орда предоставила российскому князю, или русскому князю, так сказать, право покорять и править на этих территориях, и, собственно, легитимность российской власти, они же отталкиваются от Александра Невского, как основного такого зачинателя, так скажем, российской государственности, в полный 100% лежит в плоскости Золотой Орды. Но важно ведь на самом деле здесь не то, что происходило реально, а именно миф. А этот миф активно развивался в России уже во времена, когда Россия противопоставляла себя Западу. То есть для тех правящих сил в России еще времен царя, 19 век, именно образ Александра Невского с его победами над обцами и рыцарями был таким очень важным компонентом их нового самосознания, антизападного самосознания. И это, как бы, помните, постоянные дискуссии между западниками и либералами, и почвенниками, славянофилами и так далее. То есть они приобретали в разные времена разный формат, но суть оставалась прежней. То есть сейчас Путин, обсуждая личность Александра Невского и выбор свой, и своего государства, как антизападного, конечно же, он в первую очередь обращает внимание именно на эти аспекты. Интересно здесь другой нюанс, когда он говорит, что, мол, да, Орда, это было жестоко, но вот, собственно, но тем не менее, тем не менее, главное в этом было то, что Россия сохранила свою самобытность, потому что Орда, она не мешала самобытности, а вот Европа, она пыталась навязать свою самобытность, или там свою политику, свои правила. Европа заставила, простите, Европа заставила что, взбрить бороды, построить флот. Ну, это уже было намного позднее, да. Инженеров, да, инженеров развивали. И как мы понимаем, именно благодаря Европе, европейским вот таким инженерам, образованным людям, которые приехали в Россию, собственно, Российская империя состоялась, иначе они до сих пор, как говорится, жили в Москве и где-нибудь там на выселках. Но, тем не менее, вот это же не воспринимается, как нечто такое стопроцентное. Здесь, в любом случае, это все пропаганда. Это пропаганда, мифологизация своей истории. И в этой же истории можно покрутить по-другому. То есть можно же точно так же сказать, что вот, мол, взять этот период истории и рассказать о том, что вот мы не покорились Западу с их экспансионистскими намерениями, псами-рыцарями, депутонским орденом и так далее. Но можно взять период Петра I и рассказывать, вот смотрите, мы прорубили окно в Европу, мы там открыты к развитию, мы европейская страна, мы часть европейской культуры. То есть они жонглируют этими периодами, этими нарративами так, когда им нужно. Для Запада они могут так достаточно спокойно продолжать рассказывать о том, что российская культура, европейский выбор, цивилизация, мы с вами одной крови. То есть вот те либералы, которые еще рукоподаваемы на Западе, которые успешно этим пользуются. Или там часть, допустим, западных экспертов, учившихся в России, имеющих там жону. Ну это тоже, в общем, такая часть политики, информационных войн. А внутри страны, да, мы вот стойко и мужественно обороняем нашу страну от западных ценностей, от псов-рыцарев. И да, вот Орда в этом плане обеспечила нам свою самопытность. Ну а Путин сам себе вот не делает хуже, когда он говорит, что вот московские князья ездили там получать ярлык на княжение, а сам ездил фактически в Китай, да, чуть ли не, ну или точнее, ну все говорят, что он будет получать на княжение от Китая. Не влияет ли это, например, на самих россиян? Примут ли они тот факт, что вот Россия величайшая страна, как им рассказывают, вот она кланяется перед Китаем? Не грех ли это для царя-батюшки Путина кланяться перед все-таки китайцами, этими вот раскосами? Ну, наверное, проблема для Путина в этом нет. Вот, и для большинства русских, потому что они уже к этому, собственно, уже привыкли. И уже есть уже практически классические книги того же самого Сорокина, да, Дени Причника и прочие, которые об этом уже давно рассказали. Поэтому многие уже воспринимают это как данность. То есть они остаются, можно, они остаются великими в своих пониманиях, да, они остаются непобедимыми, самыми лучшими, а вот это вот кланяться Китаю, это, ну, данность, это так вот, ну, все же Бога верят, да? Это как бы обстоятельства. Вот смотрите, вот Александр Гневский кланялся золотой РД, получал Ерлэйк, но потом российское государство вново крепло, и, соответственно, победило всех врагов, и мы стали самим могучи. Ну, вот примерно та же самая история. Ну, или просто все враги поняли, что российское государство им не нужно, потому что тут только лес и грязь и на тот момент, и толку от них вообще. Давайте на встречу. Да, да. Окей, я думаю, тут все понятно с этой темой. Израиль переграл Путина. Путин, мягко говоря, опростоволосился, чтобы не сказать слово, обкакался на Востоке, получается в такой войне, как он задумывал в исламском мире, не будет, или пока рано об этом говорить? Ну, я бы не стал утверждать, что это Израиль там переиграл Путина. Ключевая задача не допустить полномасштабной войне лежит не на Израиле, а лежит на американцах. Американцы решили первую задачу. Первую задачу не допустить регионального конфликта. Американцы в рамках решения этой задачи продолжили консультации с арабскими странами. Сейчас нужно найти то, что называют стратегией выхода, exit strategy из этого конфликта. А это пока не удается, потому что есть и другая сторона, есть и Израиль, который посылает очень разные месседжи, ну, руководство. А там внутри, скажем, правящей коалиции звучат вообще часто самимо исключающие вещи. То есть все это действительно проблематично и вот находится в достаточно серьезной динамике. Поэтому переиграл, не переиграл. Посмотрим, как бы, по результатам. Если будет найдено приемлемое для арабов решение сектора газа без Хамаса, понятно, без правящей вот этой сейчас террористической организации на этой территории, то вполне возможно тогда можно говорить о том, что американцы переиграли и россиян, и иранцы. Если нет, то я думаю, что утверждать так будет наверное несколько преувеличено. Ну, хорошо. С другой стороны, в любом случае США и Израиль очень четко и быстро отреагировали на террор, который устроила Россия, Иран, Хамас. А если бы вот они, ну, скажем так, тянули кота за хвост, как это случилось в Украине фактически, с помощью, с ответом, что бы тогда? Ну, дело в том, что между Соединенным Штатом Америки и Израилем существует достаточно большое количество стратегических документов, которые позволяют им эффективно и быстро принимать решения. Чего, собственно, нет, вот этих документов нет между Украиной и Соединенным Штатом Америки. И мы говорим о договоре между двумя странами о гарантиях безопасности. То есть эти переговоры только начинаются. Поэтому, если бы у нас был уже этот договор, где четко было прописано, что американцы предпринимают для того, чтобы защитить нас как союзников, то, соответственно, уже и мы действовали таким образом. и они бы действовали таким образом. А поскольку этих договоров нет, то все это принимается уже исходя из скорее тактических соображений, ну, в лучшем случае стратегических, вот об этом заявляет Байден, когда он говорит о том, что вот в последнем своем таком программном документе, программном выступлении, где он говорит, собственно, о том, что Украина и Израиль, мы идем через запятую, являются двумя театрами одной войны между демократиями и авторитаризмом. То есть это уже более такой стратегический взгляд на вещи, но в целом американцы принимают решения по Украине, исходя из тактических соображений, в том числе тех, которые связаны с внутриполитической борьбой с самим Вашингтоном. Ну, если бы все-таки у Израиля и США так быстро бы не отреагировали, что бы тогда было на Востоке? Вот, двух-трех предложений. Ну, я думаю, что тогда бы, конечно, ситуация могла выйти из-под контроля, и главная опасность это вот именно тот региональный конфликт, о котором мы вначале говорили. То есть, тогда это был бы сигнал тому, что другие силы, которые находятся на Ближнем Востоке, могли бы более уверенно начать этот конфликт. Как бы этим воспользовалась Россия? Как бы этим воспользовалась Россия? Ну, Россия всегда воспользуется неразберихой и слабостью позиций. То есть, естественно, что тогда бы и на Ближнем Востоке они бы усилили свои позиции и попытались в конечном итоге потом сыграть еще роль посредника, то есть, то, что они любят. То есть, сначала создать в значительной степени ситуацию, а потом воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы предложить себя в виде посредника. Получается, смотрите, мы хорошие, да, было бы. Пусть мы и устроили войну. Если бы это было так, то, конечно, конечно. Ну, мы же уже слышали эти все истории и с Ираном, и с Сирией и так далее. То есть, это все же не на вон. Да, а и вот Украина с 2014 по 2022 год. Это же тоже, они же пытались себя тоже представить в виде третьей стороны незаинтересованной. То есть, вот вам классика жанра, то есть, это классическое ордынское государство, которое, с одной стороны, использует метод гибридных войн, гибридный войн, с другой стороны, как бы, пытается максимально усилить свои позиции. обвал обвал мирового можем на другую тему? Я прошу прощения, подумал, что уже закончили. Обвал мирового величия Российской Федерации произошел или происходит? Катится ли Россия вниз? Провал или неудача на Востоке? Это тенденция к остаблению Кремля или будет наоборот, ничего никто не заметил, все у них хорошо? Ну, как бы и да и нет. То есть, с одной стороны, несомненно, позиции, условно говоря, мягкой российской силы на Западе серьезно подорваны. То есть, тут мы четко понимаем, что в значительной степени вот это величие России и прочие вещи, они основывались больше на вот этой мягкой силе. Великая российская культура 19 века и прочие, балет, лебединое озеро и, ну, те вот, как бы, такие блоки, которые обычно, культурные блоки, которые обычно используются Россией в своей пропаганде. Ну, тут еще можно вспомнить полет в космос и Гагарин и все прочее. Сейчас это все выглядит достаточно куцко, обрезано, то есть, вот, мягкой российской силы не хватает для того, чтобы активно воздействовать на умы интеллектуальной части западного общества. Не хватает. Но это не значит, что она не воздействует на умы неинтеллектуальной части западного общества. там достаточно сил, которые в силу своих политических взглядов, представлений готовы солидаризироваться с Россией. но тот же Орбан, давайте вспомним еще массу других политиков правого, ультраправого толка или ультралевого толка, которые, собственно, вполне неплохо себя чувствуют солидаризируясь с Россией. Но там культура не играет, там культура доллара, скорее всего, даже не рубля. Там тоже играет, это все, понимаете, они же не будут рассказывать вам с утра до вечера о том, что нас купили за деньги. Они же тоже говорят о том, что вот нужно учитывать российские интересы, нужно взаимодействовать, потому что это большая страна, Россию нельзя победить, это все мягкая сила, неважно, как она работает, главное, что эти аргументы звучат с утра до вечера. И к этим аргументам прислушиваются в том числе и представители западного истеблишмента, ну, смотрите, резонно, разумно, ну, и так далее. Поэтому с точки зрения того, потеряла ли Россия то влияние, которое она имела раньше, да, она потеряла, но окончательно ли это и бесповоротно произошло, нет, я не могу так сказать, потому что они пытаются, они, в общем, в этом плане они достаточно успешны, они продолжают подкармливать, да, абсолютно верно, достаточно большое количество интеллектуалов, политиков, кормя их там серебряными ложками, черной икрой и так далее, то есть это, ну, образно, метафорически, потому что там большие суммы денег, даже если ты приехал и высказался, ну, скажем, достаточно резко против политики России, но ты приехал в Россию, ты встретился с представителями с двух сторон, выслушал точку зрения, уже ты получил свои пять копеек или 30 серебряных, то есть, я думаю, что пару миллионов долларов, пару миллионов, то есть в этом, в этом заключается задача россиян, продолжать, несмотря ни на что, продолжать вот эту игру и попытку влияния. То есть они хотят оставаться в глазах Запада такими легитимными, да, хотя весь мир считает, что они террористы, но... Абсолютно верно, то есть они хотят представить свою ситуацию как такую, как легитимную ситуацию, то есть как бы, и, соответственно, позицию, которую можно обсуждать, то есть как легитимную позицию, которую можно обсуждать. А поговорить, да? Да. Трамп лидирует США. Пока только по опросам, проведенным изданием New York Times, Трамп лидирует в шести главных штатах, которых в свое время победил Байден. Значит ли это, что Трамп будет лидировать и на выборах, или это пока что-таки только опросы New York Times? Ну, пока что до выборов год, поэтому говорить еще рано, но сигнал достаточно сложный, и, в общем, как бы настораживающий, с учетом того, что вот эта группа трампистов, они достаточно негативно, ну, по крайней мере, в настоящее время относятся к Украине. Это может быть разной причиной, с этим еще вероятно нужно разбираться, достаточно, я думаю, не все из вот этих трампистов такие ярые антиукраинцы, но пока тренд такой. Это означает, как минимум, для Украины вот мы видим вот эти достаточно сложные переговоры и политические баталии в Соединенных Штатах Америки, которые, в принципе, усложняют для нас нашу оборону. Это тоже симптомы, свидетельствующие о ухудшающихся политическом климате в Штатах. Но тут даже вопрос не в том, что на самом деле Байден проигрывает Трампу вот этих шести важных Штатов, а тут важно, что, собственно, какая этому есть альтернатива. То есть, что может сейчас показать Америка в этой ситуации? Потому что, как бы там ни было, это Пакс Американо, это мир, в котором мы живем, и если этого мира больше не станет, то, соответственно, нас ожидают глобальные перетурбации. И есть уже страны, как минимум, которые хотели бы эти глобальные перетурбации, перераспределения власти в свою пользу, в пользу авторитаризма. То есть, готовы ли мы или готовы ли американцы к такому развитию событий? То есть, как мне кажется, что позиция трампистов в этом плане она достаточно эгоистична. вполне возможно, что это часть просто политических баталий, риторики, не более того. Смотрим, мне кажется, что здесь очень важно будет голосование и за бюджет, и голосование за украинскую помощь и так далее. То есть, вокруг этого очень много интриг, и результат пока не очень очевиден. Но это проблема, с которой мы должны считаться и готовиться к возможному худшему развитию сценариев. То есть, изменение мирового порядка в сторону авторитаризма. Если Трамп станет следующим президентом США, это очень даже возможно. Да, это очень даже возможно, и мы знаем, как Трамп достаточно волонтеристически пытался решать глобальные мировые проблемы. Тот же самую корейскую проблему или ближневосточную проблему. То есть, он пытался продавить решение, которое, по его мнению, было идеально. Он как бизнесмен, как переговорщик, он предполагал, что, в общем, как бы и в политике нужно действовать вот таким достаточно простым способом. Но в политике так это не работает. Чем закончилась его корейская авантюра? да ничем собственно для Соединенных Штатов мира. Чем закончилось в принципе все его предложения по Ближнему Востоку, кроме переноса посольства США в Иерусалим и признанием аннексии голландских лысых. Ну вот собственно то, что вот такая достаточно сложная картина и пока я тут больше навряд ли что-то могу спрогнозировать с учетом того, что дела в демократической партии достаточно сложно идут, особенно в связи с войной в Газе и собственно в республиканской партии, где тоже существует целый ряд противоречий между различными группами. А вот Трамп реально верит, что он может Путину что-то указывать, что-то будет, что-то его будет слушать, что Путин его друг, товарищ, там, не знаю, брат, сестра, свадь. Не знаю, Трамп верит в бизнес, он верит в то, что можно договариваться взаимовыгодно и игнорировать интересы других. То есть вот два бизнеса, они встретились, они поговорили, они решили ударили по рукам, подписали контракт, а там, чтобы вокруг трава не расти и не гореть. То есть вот примерно так он мыслит. Ну, по крайней мере, все его международные действия, которые были приблизительно таким образом построены. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей. По-прежнему здесь нужно продолжить фразу и первая фраза, которую предлагает зритель такая. Дети Путина после смерти его будут продолжить фразу. Будут богатыми людьми, где-нибудь живет, где-нибудь на Западе. На загнивающем, там, где Гейропа, Ну, конечно, естественно, не в России. Очевидно. Кадыров очень бы хотел стать президентом России, но продолжите фразу. Но мешают ему сыновья, которых он постоянно делает орденоносцами. Потому что кто-то же должен им ордена вешать на груди. Следующий правитель России обречен на продолжить фразу. Я думаю, что следующий правитель России обречен на войну. Это может быть война внутри России, это может быть война, продолжающаяся война с Украиной, или война каким-то другим образом, но он обречен на войну. Самой неспокойной ночью в Кремле станет, продолжите фразу. Естественно, конечно, смерть Путина, это же очевидно. И Россия без войны это Россия без войны это государство, в котором нет стержня. Интересный вывод. Хотелось бы, чтобы стержень у них был, но более демократичный, свободолюбивый, чтобы они не лезли к другим государствам. Игорь, большое спасибо за сегодняшнее интервью, очень интересная аналитика, хорошего вам дня и делаем все возможное для победы Украины. Да, спасибо большое. Спасибо.